Детский турнир далеко с недетскими эмоциями. Юные боксеры со всей республики съехались в Бобрусь, чтобы выявить сильнейших на ринге. Десятилетняя восходящая звезда попала на тренировку по наставлению отца. Мальчик занимается в городской спортивной детской юношеской школе. За недолгое пребывание в роли боксера он успел завоевать награды городских и областных стартов и обзавестись коронными ударами. Я пытаюсь выбить прямые, боковые. Я всегда обью по голове, животные часто. Мне было тяжело, с первым был тяжелым, было хорошо ударить. Соревнования проходят уже во второй раз. Если в первом случае турнир прошел только среди местных спортсменов, то уже сегодня в город пожаловали гости из Минска, Гумеля и Могилева. Всего 165 боксеров. В зале, что говорится, негде яблоку упасть. Настоящий ажиотаж вызвали соревнования у любителей бокса. Несколько десятков зрителей наблюдают за боями, в которых кипят нешуточные страсти. Турнир проходит в память ветеранов бобруйского бокса, которые свою жизнь положили на алтарь развития этого вида спорта. И что самое главное, взрастили и воспитали не одну плеяду чемпионов Европы и мира. Соревнования проходят по программе личного первенства. Командное первенство не подсчитывается. Это просмотр ближайшего резерва для того, чтобы ребята набирались опыта. Так как в следующем году они тоже уже станут школьниками, подойдут уже к тому рубежу, где надо будет участвовать в официальных республиканских стартах. Три раунда по полторы минуты. Полный контакт и битва до последней капли пота. Для юных спортсменов турнир – школа мужества и воспитание в себе настоящих спортсменов. Открытый чемпионат Бобруйска по боксу включает в себя четыре соревновательных дня и является отборочным к областным стартом. Кто знает, может именно наше первенство станет отправной точкой для будущих чемпионов. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.